друзья всем привет добро пожаловать на первый спустя полтора года обзор на велосипед на канале спортруппор да реально я очень долго не делал обзоры на байки но на это есть реально объективные причины дело в том что обзор на велосипеды требуют не только моих съемок но также съемок оператора и не всегда получалось получать тот или иной интересный велосипед но сегодня именно тот момент когда велосипед реально интересный причем для многих людей на российском велосипедном рынке и речь пойдет про самый доступный с точки зрения цены шоссейный велосипед мне лично очень интересно даже просто на нем прокатиться не то чтобы даже сделать обзор но в общем мы сегодня разберем по косточкам самый доступный шоссейный велосипед на российском рынке и скажем его плюсы и минусы нюансы из коробки и так далее то есть наших планах действительно рассказать точку зрения механика который будет собирать этот велосипед то есть что так или не так с этим велосипедом и кроме того я его лично сравню со своим топовым шоссером спешилась точки зрения обывательской шоссейной езды в общем будет интересно а в конце видео будет настоящий сюрприз и вы сами понимаете что мы с вами разыграем поэтому сразу влепите лайк и досмотрите видео до конца но мы начинаем ну и да кстати забыл рассказать один очень важный момент что этот выпуск конечно же является рекламным как же я могу делать обзоры без рекламы и несмотря на то что на первый взгляд может показаться что спонсор всего один на самом деле их несколько и мы начнем с первого основного и первым спонсором является губ жилищник который построил эту замечательную детскую площадку здесь просто куча специальных тренажеров для воркаут занятия также довольно классная современная шведская стенка кроме того здесь есть даже пару качель а также довольно развитая сеть горок с которых спускаются дети ну и конечно нельзя не отметить теннисный стол он является вишенкой на торте так ну вроде все рассказал что нужно поэтому давайте погнали так ну а следующим пунктом моего путешествия становится транспортная компания ведь вы сами прекрасно понимаете что вэлс это питерская компания и велосипед нужно как-то отправить из санкт-петербурга в москву где я собственно говоря я проживаю и когда появился вопрос а какую собственно говоря транспортную компанию выбрать вы сами понимаете что первое что пришло в голову это деловые линии это всегда доставка груза в точные сроки без каких-то либо задержек а также когда груз отправляется деловыми линиями он всегда будет целеньким целёхеньким поэтому выбор был очевиден ну что я пойду оформлять документы на получение велосипеда и в скором времени мы увидим заветную коробочку да правда с оператором я поругался просто люто вчера ну что получив велосипед я дальше отправился по своему маршруту все там оборудование для съемки итак какие планы у меня на сегодня для начала вот я забрал велосипед из деловых линий потом поеду в свой любимый магазин под названием city cycle и там я дам велосипед на сборку механику по имени стас и он как раз таки расскажешь что к чему по поводу этого велосипеда какие его первые впечатления от работы с велосипедом из коробки в общем все нюансы и да вот они конфеты молочная коробка просто великолепная штука да и вкусвилл всегда вручают покупайте любую продукцию в том числе и молочную там всегда топчик и вы думали что это был последний рекламодатель данном ролике увы это не так кстати еще знаете ли вы или нет но большой любитель кефира с чесночным багетом просто обожаю сейчас будет вкусно ну и вот я приехал на парковку хлеб завода так как на флаконе все было занято и достаю заветный велосипед правда мне его придется нести метров триста какая классная у тебя футболка ну а мы кстати сейчас с максоном будем снимать новый выпуск спорта порно и параллельно распакуем велосипед ну что время еще одной рекламной интеграции я в своем любимом магазине под названием city cycle я как раз таки пришел сдать этот самый велосипед мастеру по имени стас который и разберет по хосточкам этого свет с точки зрения извлечения его из коробки и мы начали извлекать велосипед из коробки и смотреть на детали нюансы сборки и так далее обращая внимание на некоторые нюансы подмечают тот или иной факт никто еще из нас не подозревал что что-то в этом велосипеде не так мнение вы меня неправильно поняли в этом велосипеде в принципе все так просто тут есть более экстравагантный нюанс да нюансом оказалось то что это не тот велосипед на который мы хотели делать обзор и мы это заметили только после финальной сборки да тут короче такое дело получилось то что велосипед немножко другой из коробки предполагалось изначально то есть ну как бы это немного другая модель поэтому ну раз чтобы мы не теряли время стас расскажи пожалуйста дорогой мой друг какие нюансы этого велосипеда были встречены во время распаковки я думаю что тебе есть о чем рассказать буквально в паре предложений на самом деле все комплектующие подобраны достаточно грамотно то есть нюансов таких прям очевидно неряшливых я не нашел да да у него реально накат неплохой это действительно так и есть я сам заметил то есть не самые простые втулки в итоге это более бюджетная модель от велосипед скорее не шоссер дорожный велосипед поэтому если вы хотите на него обзор пишите в комментах друзья как вы понимаете мы сейчас делаем небольшой w2 и едем забирать уже нужный велосипед деловые линии поэтому я не буду показывать эти лишние кадры потому что по факту ничего не меняется все то же самое и по факту вы можете закрыть глаза на все что происходило потому что единственная разница между теми видео которые были раньше это мои отрощенные волосы ничего более причем забавно что мне даже в те же ворота под номером 13 приходит велосипед из питера может это просто такая логистика деловых но ворот тут приличное количество суммарно где-то 50 60 ну чё ребят давайте повторим дубль 2 и теперь уже тот самый велосипед мы отнесем в сети сайта погнали стас ну чё я тебе принес нужный велосипед ура поэтому интересно будет сравнить как этот с тем по впечатлениям так начисто сказал то что он собрал велосипед стас здорово да ну чё давай рассказывай собрал этот велосипед из плюсов с предыдущим великом рама у него прямая сварена в этом месте сварена уже нормально плюс расцветка мне нравится в принципе парами особых нареканий нет то небольшой вопросик по обмотке на под намотана она неправильно проводка проложена прям под руку то есть это будет мешать натирать и намотана она не в то положение вообще то есть она будет вот в этих местах если в этом хвате кататься она будет разматываться а из плюсов что ну вот скажешь мне понравился трансмиссия то есть она достаточно просто в настройке в регулировке а что скажешь по каретке по колесам в плане каретка в нормальном состоянии втулки были в плохом состоянии то есть их надо было разбирать и переконтрить пришлось контрить заново потому что они работали с люфтами и были не зажаты то есть со временем такая втулка она бы просто раскрутилась и начала бы растачиваться если в новом состоянии явно не укатался я думаю неплохой личик единственная обмотка бы сразу перемотал чтобы руки не страдали у меня а так в общем-то на сезон потом обслужить нормально катать дальше спокойно то есть ну лет пять я думаю это катает если следить за трансмиссией и ухаживать за ним соответственно забыл сказать у него в отличие от предыдущего велосипеда еще хорошо сделано рулевая там это была дима лая рулевая под резьбовую вилку а здесь она хотя бы сделано как на классическом шоссере то есть она будет лучше работать и дольше прослужил все поступки прослужит ее в принципе можно даже на современную нормальную так мы давай сделаем контрольный замер по весу потому что это безусловно важно даже для бюджетного шоссера тем не менее он не должен весить как мтб поэтому давайте посмотрим что у нас получится по весам 11 3 ну да где-то в 11 ну для бюджетного шоссера в принципе 11 3 не такое уж и плохое значение на самом-то деле то есть бывают шоссеры которые там например из титан байк на рынке не за это слышу про такой он весит вообще 12 килограмм теперь давайте пройдемся по характеристикам велосипеда здесь хорошая алюминиевая рама даже с внутренней проводкой вилка на велосипеде хай т новая которая склонна к различным родам деформации в случае каких-то ударов что меня реально поразило такая система переключения l2 r3 который на самом деле работает очень хорошо и она довольно эргономична алюминиевые втулки на насыпных подшипниках когда обода здесь тоже двойные из алюминия а вот звезда здесь спереди стоит одна и она сороковая сзади стоит трещотка 8 скоростная которую на самом деле довольно сложно найти ну а все остальное без изысков друзья всем еще раз привет и мы находимся прямо в сердце шоссейного велосипедного спорта москвы а именно малое велокольцо в крылацком то есть по сути как будет строиться эксперимент я проеду три круга на малом велокольца где-то длительность одного велокруга это четыре с половиной километров где два из этих велокругов я буду ехать с абсолютно обычной скоростью можно даже сказать любительской а вот третий круг я буду проходить на высокой динамике чтобы посмотреть вообще на что велосипед способен и в качестве сравнения я после уэлса все то же самое сделаю на моем собственном велосипеде от компании спешилась под названием tarmac pro disc race и несмотря на то что это довольно сложно сравнивать эти два велосипеда потому что они абсолютно разного уровня но тем не менее возможно мне как человеку который сейчас наверное в любительской форме на шоссейном велосипеде разница будет не так очевидно да кто не знает я уже довольно давно катаюсь исключительно на мтб и честно говоря год забил полностью на шоссейку в принципе поэтому я буду оценивать эти два велосипеда скорее как полный ну бастер и любитель поэтому мы начинаем но сперва я конечно же переодену сеть не буду ешь кататься так прогнали до переодеваться конечно в лесу это оригинальный подход на велотреке мне кажется так вот я как раз таки в боевой экипировки и я подумал что пожалуй начну со спешек а скажем так дам небольшую фору тому же самому вэлсу потому что ну во первых я знаю свой велосипед довольно хорошо во вторых на велотреке крылацком я тоже как бы можно сказать свой то есть эту трассу я тоже более или менее знаю с точки зрения привычки в том числе поэтому я спокойно откачу три круга сначала на спешке потом небольшой перерыв и прокачу уже на велсе короче не буду тянуть кота за всякие места поставлю контактные педали на спешек и кстати трек я буду писать на свои часы гармин а и более или менее точная и я постараюсь выложить все треки к описанию к этому ролику там как раз и будет разбивка по каждому из кругу в том числе то есть сколько времени мне заняли два спокойных круга и один ускоренный то есть там будет наглядно видно сколько у меня по времени займет прохождение двух спокойных кругов и один динамичный так я воспользуюсь специальным микрофоном пока впечатление свежее короче ну чё сказать спеш великолепен реально обалденный велосипед то есть я суммарно грубо говоря проехал за двадцать семь минут три круга то есть получилось в районе 14 километров и на самом деле ну это мой стандартный хороший темп на этой локации по поведению велосипеда еще раз скажу все великолепно спеш классный поэтому я сейчас немного отдохну немного обводнюсь попью хорошенько водички тоже сегодня плюс 30 очень сука и жарко и приступлю уже к тому велосипеду и схвачу из него двумя руками погнали и 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 30 минут ровно а это на три минуты дольше чем тот же спешек ну и на самом деле это не такое уж и большое значение то есть это десять десятипроцентное отставание так микрофон взятый еще раз надо сказать то что это всего лишь навсего десятипроцентное отставание то есть двадцать семь минут было у спеша правда первый круг у спеша я не очень был раскатанный и 30 минут соответственно увылся со средней скоростью двадцать пять и семь километров в час это неплохое значение за велосипед такого уровня теперь давайте немножко к нюансам и у этого велосипеда есть всего лишь навсего один большой минус и много незначительных один большой минус это то что у него одна звезда спереди и она достаточно маленькая если мы говорим про шоссейное использование а не гравийная то этого мало то есть здесь я тупо не выжимал скорость на многих участках и скорее всего я бы быстрее бы приехал и показал бы лучшую скорость если бы у меня было две звезды спереди одна большая спереди да в остальном все остальное это реально мелочи понятное дело что спеш себя крайне стабильно ведет на высоких скоростях на спусках и так далее если на нем ехать не 30 километров в час как я это делал сегодня а к примеру 35 37 и так далее это будут несравнимые велосипеды друг с другом да то есть чтобы вы понимали на этом велосипед на 35 37 будет вести себя непредсказуемо но если вы абсолютно новичок у вас действительно в кармане всего лишь навсего 30 тысяч рублей то этот вариант ну просто сумасшедший то есть знаете я бы я назову этот ролик адекват среди неадекватов да то есть это конечно забавно звучит но когда мы говорим про шоссер за 30 тысяч рублей то это дрова ну просто нереальные дровища а этот велосипед за 30-ку вполне себе неплох то есть я бы его реально рекомендовал людям у которых нет денег например там 70 80 90 тысяч рублей чтобы купить себе более или менее адекватный алюминиевый шоссер а можно взять такой откатать сезон посмотреть что да как не гнаться за скоростью и ребят вы получите какое-то удовольствие ну то есть это не будет мучение и я решил этот велосипед помимо всего прочего разыграть да то есть ни для кого не как бы не секрет то что wells компания прислала мне этот велосипед но я поставил всего одно условие почему я соответственно будут делать обзор на этот вел и это условие это соответственно розыгрыш то есть я им сказал что ребят я хочу подарить этот шоссейный велосипед одному из своих подписчиков и теперь я расскажу про условия конкурса ребят а условия этого конкурса очень просты вы просто в описании к этому ролику в комментариях напишите свое мнение делать ли мне обзоры на подобные бюджетные модели потому что некоторые ожидают на моем канале какие-то люксовые модели а некоторые хотят что-то более народное постоянно мнение варьируется поэтому просто напишите комментариях хотите нет или как-нибудь развернуто и обязательно вам нужно быть подписанным на две группы вконтакте первая группа вконтакте это спорт рупор и ссылочки конечно же в самом верху будут в описании а вторая группа вконтакте это группа ребят уэлс то есть нужно быть обязательно подписанным на две из этих групп и через неделю после выпуска этого ролика выберем одного победителя всех причем я буду выбирать победителя субъективно то есть понятно делать не будут мои друзья это просто будет нечестно по отношению к своим подписчикам я просто выберу самый интересный развернутый комментарий только я вас единственное прошу не пишите там огромные телеги чтобы должно быть емко должно быть емко интересно понятно самый лучший на мой взгляд комментарий самый лучший на мой взгляд критика и получит этот велосипед ну ребят а с вами был спорт рупор и всем пока